Я сейчас съездил к Роману Малышу, позвал его показать печь. Это он там, можно зайти, пригласи его. Заходи, брат. Мир славу всему. С миром прямо. Она должна быть закрыта всегда, кроме когда... Но когда русскую топишь, эти должны быть наружно закрыты. Чтобы ни отсюда не было подтягиваний. Теперь смотри. Рукой щипаем сюда. Вот в середине наш канал. Дальше. Идем сюда. Ну-ка. Вот, посмотри. Пощупай все эти. Только потопили-то сколько? Дальше. Вот она идет. Это на уровень пищи, дальше не поднимается. Вот до самого низа. Попробуй вот это. Понятно? А нет, тут и нет. Канал до сих пор. Вот это особенно заметно. Пощупай, железка. Теперь залезь на... Прощупай всю. Протянись туда, да. Ну, где она, печка-то есть. Вот это первый канал идет. Под который ступил он будет. Во всех направлениях. Это последний канал. Вот здесь вот. Все. Это уже на выходе. А здесь сверху она? Она дает весь жар. Как? Теплая? Теплая. Все. Ну, потопил там утром. Здесь как раз отлично. Не горячая. Она... Горячая может быть. Ну, понятно. Наверное, что если чуть-чуть потопил, то можно даже спать. Даже вот в этом месте вот посмотрите. Да, дальше вот первый канал. Пощупай. Приложи руку. Ага. То есть она в ней очень высокий компенсент полезного действия. Это не камень. Ну, и здесь я тебе говорил, как вешено, как и нет. На подъем. Здесь 49 сантиметров. Вот здесь вот это вот. Оно внизу у меня на подъем или вверху тоже? Нет. Да ну, а то провалились кирпичи. Их надо поднять и песку подсыпать. Вот отсюда идет сразу подъем туда. Иначе как будет гореть-то? Пот кверху. Но если там палочку поставить до свода, свод покажи, как сделаны. Это не угольниками, как сейчас любят делать. А вон. Его видно. Вон видишь? Он круглый, кружало. Вот здесь вот 49 сантиметров. Ну вот, ой. Отлетела вот дырочка. Надо закрыть будет, Володя. Маленькие. Вот. А там 51. Два сантиметра. И они играют очень большую роль. Два. Ни три, ни один. Так два. Вот эти два сантиметра. Я почему-то думал, что надо вот там вверху делать. Это внизу надо вот эти подгонять. А вверх у вас везде ровно. Нет. Или там, или там тоже. Вот если палочку поставить от пода. Вот это внизу под называется. И доверху. Там 51 сантиметр. А здесь доверху 49. Я понял. Но где вы это смещение делали? Внизу. Вот эту площадку. Вот эта площадка такая наклонная. А та еще больше наклона кверху. А вверху тоже наклон. Но еще оно и видно, что она наклонная. Если она здесь вся наклонная. Вот так вот, чтобы кислород поступал туда. То там она еще больше. Потому что огонь весь там остается. И ему трудно сюда идти. И он идет с трудом книзу и оставляет жар. Это не мое изобретение. Вот это вы мне сказали. Я сразу запомнил тогда. Потому что я, вы видите, там из компьютера искал это. Еще один. Вот здесь у вас везде кирпич вот так стоит, да? Везде вот так вот. Плашмя. Вот она лежит. Вот она. Вот так, да? Да так. Везде плашмя. А дальше уже. Вот здесь. Здесь идет боком. Вот так вот идет. На ребро называется. На ребро. На ребро. Везде на ребро. Кроме вот этого места. До этого места она плотная. Снизу. И снизу до самого. Вот эта вот плита она должна лежать на одиннадцатом ряду. Ты можешь как угодно делать. Теперь смотри. У них это неправильно она. А потому что пол сделаны. Его нельзя было по-другому. Я сначала печку сделал как надо. А они пол подняли выше. И подперли прям под это. Угу. Значит два вида до поддувала. Между ними. Сколько там. Смотря какая дверка высоты. И на дверке один кирпич перекрывает. Это огнеупорный до сих пор. Вот. С двух сторон к пластью. Это огнеупор. Хорошо бы и дальше огнеупорно это сделать. У меня полно. Все. Вопросов нету. Так что здесь. Я сейчас еще. Вот здесь пласть мяло. Вот здесь. А тут уже идет на ребро. Все на ребре. Все. А вот здесь вот дальше. Это поднимали. Вот оно видно. Вот оно. Кирпич. Режит пластик. Дальше пошло пластью. Пласть мяло. Пласть мяло. Пласть мяло. Труба. Трубу вашу. Почему? Потому что мне надо чтобы там был кирпич. Проходил свободно. В отверстие. В дымоходе. 25 на 12 с половиной. И поэтому. У нас труба такая большая. Тяга хорошая. Я думал. Знаете что? Трубу. Полностью вывести. У нас. Везде. Кирпичом наверх. Ну. У меня есть кирпич. Кирпич. Ну можно. Она не будет так и конденсировать. Она вообще не конденсировать. Вообще не будет. Не будет. А если. Я вот там уже нашел такое. Что если. Труба там 4 и выше метров. По любому будет. То есть надо утеплять. Это. Должна. То есть как-то до 4 метров. Вот я только понял. Что если допустим. Вот так вот стоит. Ну. Крыша. Вот. А труба здесь. Может здесь быть. То есть горизонтальную линию провести. И вознесет 12 градусов. Должна быть. Она должна выйти за эти 12 градусов. Чтобы. Не завихряло. Если прямо идет в конек труба. На полметра выше. А от конька. На полметра выше конька. Да. На полметра. Ага. Там можешь выше делать. Но это норма. Не ниже. Не ниже. А теперь. Ну вот оно. Вот оно. И теперь труба может здесь. Здесь. Здесь быть. Вот до сюда. И вот. От прямой линии. Проведи. Если она ниже. Она будет оттуда. Ветер идти. И задавливать. Задавливать. Это высчитано все. У меня нет изобретательского таланта. Я 40 лет возился с пищами. И ничего не изобрел. Ну все. Информацию собрались. Читали. Я читал. Проверял. Смотрел. Ну. Бывает там. Маленько. Пошире сделаю. Где-то что-то. Ну. Это как. Вот канал идет. Допустим. Кверку. Вон один. А опускается двумя каналами. Потому что тут трудно опускаться. Два канала. Бывает иногда три канала. Три. У меня все это скачано. Видео. Я уже давно это смотрел. Все. Так что когда будешь делать. Ну. У меня кружало есть все. Для узкой пищи. Вот эти? Да. Ну я даже нашел там кирпич такой вот этот. Ну. Подкорный. Да. Конечно. Из одного. У нас на улице и там дождь попадал. Она нагревала и все рухнуло. Тогда мы ольги упорно сделали в лагере. Там две узкие пищи. Там кружало надо будет это. Чтобы не забыть у вас забрать. И еще. Глину. Сколько обычно глины? Наша жирная глина. Один к двум. Я вот уже замочил. Глину размочил. Размял ее как сметана. И две порции туда песка. В два раза больше. Если в топку кладешь. Обязательно добавь соли немножко. Чуть-чуть. Соль. Соль. Обыкновенная поваренная соль там. Ну на всю пачку. Больше ничего. Можно записать много информации. А менять. Вот допустим кирпич такой. Кирпич огнеупорный. Но это не надо. Потому что коэффициент расширения разный. И она будет рвать ее печку. Если ты начал с огнеупора. Ищи дальше. У матушки с крыши снимай. Там не наложено. В смысле. Полно. Полностью. Вот эту вот. Топку. Топку. Ну бывает нет кирпича. Огнеупорный 10. Отрегается 25. Ну начинает. Ну я понял. То есть внутреннюю. Где вот это жар. Полностью все должно быть огнеупорным. Это вот. Вот. Это я говорю. Ну по опыту как. Печь делать. Это не стенку выложить. На нее влияет все. На строение хозяйки. Погода. Все влияет. Она настроение не такое. Она не открыла. У меня сестра родная. Я говорю. Не топится. А у нее там. Дрова. Сделана. На угольнике. Ну. Галанка. И она его ткнула туда. Закрыла. Я говорю. Как она пойдет. Вот так вот почти. Ну-ка открой. Открыли. Загудела. Так. Вот это вот все закрыто. Сейчас. Почему? Летнее не нужно, а? А теперь пустили на обогрев. Сегодня пустили. Вчера это не делали. Зачем засолить тепло-то нам не надо? Нам наоборот надо, чтобы жарко не было. Вот все. Когда уже дойдет дело, будешь делать. Ну если посчитаешь нужным, я могу подойти. И даже что-то бы стал делать. Даже. Хотя я полностью отказываюсь от пищей. Мне надо поворачивать все время. А позвоночник после операции не дает мне разгуляться. Да и правильно. Пора утихомедиться. Так. Все. Поэтому я каждую пищу ласкаю, когда идешь. Как матушка. Картошка выбирает. А следом, где я гляжу, рукой разглаживает землю. Она и ласкает. Она живет этим. Она настоящий агроном земледелец. Не то что я. А мне лишь бы арбуз вырос. Ну все, я ушел. Спаси Христос. Да. Когда ты едешь нам пилота привезешь? Запасные сцепки купи. Давай. Все полный расчет будет. Не знаю когда. Может в субботу, а может на следующей неделе. Ну. Ты не поехал с Игорем-то. Он не взял тебя. Да мы не договаривались. Я должен был сам ехать. Но у меня человек с Новосибирска жду его машину. Вы лишили нас машину свою не гоняй на большие расстояния. Она здесь нужна. Да. Это понятно. Но там мне тоже привязываться. Понимаете. Там свобода должна быть. У меня куча всяких списков. Понятно. Игорь не будет со мной водить? Понятно. Еще и бак. Еще и груз у меня. Я ушел. Я думаю. Сейчас дрова складываю, вожусь. А эти пойду сегодня закончат у нее копать картошку. Тебе нужно копать, нет? Я уже выкопал вчера. Все. И идут к матушке. То есть мы сегодня свободно должны выбиться. А дальше Никита уже пойдет по стилю. Там через день или как. Ну я все еще копать. Уходим. У Иосифа а потом кое-то. Я ушел. Да, с Богом. Весь.